Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8. В студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня и сегодня в выпуске. Ряды про Молдову, Реде и Цирбу, а вслед за ним Ребещу, Граур и Главан покинули политформирование. О реакции их некогда лидера расскажем через несколько секунд. Выборы не за горами, а значит пора выпускать соцопросы. Сегодня это барометр общественного мнения по заказу Института публичных политик. Каковы предпочтения граждан, кто лидирует, а кто наступает на пятки, поведаем в выпуске. Садоводство как хобби всего в нескольких километрах от Кишинева. Простроится настоящий айвовый рай. Фруктов в этом году вдвое больше, рассказывает владелец. Ну а мы решили в этом убедиться. Парламентская группа про Молдова лишилась нескольких депутатов. Сегодня во второй половине дня о своем выходе из политформирования заявили Сергей Сырбу, Григорий Репещук, Элеонора Граур и Руксанда Главан. Все они объявили, что будут выступать в качестве неафилированных депутатов. На наши телефонные звонки лидер партии про Молдова не ответил. На своей странице в фейсбуке Андреан Канду пожелал своим коллегам успеха, но не исключил, что в ближайшее время могут последовать новые уходы из парламентской группы. Первым о своем решении покинуть партию про Молдова сообщил Сергей Сырбу. На своей странице в фейсбуке он заявил, что станет неафилированным народным избранником. Сегодня я покидаю парламентскую группу про Молдову. Мы продолжим сотрудничество, но я буду выступать как независимый депутат. Причины носят скорее личный характер, чем профессиональный, но сейчас это не так важно. Мы попытались получить комментарий на этот счет у народного избранника и узнать о причинах такого решения, но дозвониться до Сергея Сырбу так и не удалось. Все наши входящие звонки он всячески прерывал. Неделю назад в эфире нашего телеканала Сергей Сырбу заверял, что у него нет намерений уходить из про Молдова. Правда, тогда Сырбу также заявил, что на президентских выборах поддержит кандидата от партии ШОР Виолетту Иванов. Господин Сырбу, вы намерены вступить в партию ШОР? Нет. Сколько ваших коллег собираются уйти? Не один. Спустя некоторое время о своем уходе заявил и Григорий Репещук. Он также сообщил, что покидает про Молдова и намерен продолжить свою деятельность в качестве неафилированного депутата. «Я обращаюсь с важным заявлением и со всей ответственностью объявляю о своем выходе из группы про Молдова. В дальнейшем я буду выступать в качестве неафилированного депутата. Все, что мне нужно сделать и что я запланировал, я буду делать вместе с моими сторонниками и только на благо избирателей». Сообщил народный избранник в своем фейсбуке. И на этом выходы из состава про Молдова не закончились. О решении покинуть формирование сообщила и Элеонора Граур. Она также ранее говорила, что поддержит кандидата на президентских выборах от партии Шор. И также сегодня сообщила о намерении выступать в качестве независимого депутата. «Я сожалею о том, что заложником этой неудобной ситуации стал и господин Андриан Канду. Талантливый политик, который действительно хочет построить европейскую и современную партию, но не все зависит от него. Мы попытались связаться с Андрианом Канду, но все наши телефонные звонки остались без ответа. На своей странице в фейсбуке лидер ПРО Молдова написал, что не исключает новых уходов из политформирования. ПРО Молдова – молодая оппозиционная партия свободных граждан. Я ознакомился с решением коллег. Надеюсь, что они найдут себя в новом качестве. Наша позиция остается прежней. Дадон должен уйти. Группа ПРО Молдова образовалась в феврале этого года, после того, как из состава Демпартии ушли шесть депутатов во главе с Андрианом Канду. Тогда народные избранники заявляли, что недовольны решениями правящей коалиции ДПМ-ПСРМ. Еще одна потеря для медицинской системы. В Приднестровье от осложнений COVID-19 умер 70-летний анестезиолог-реаниматолог Федор Батнару. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Приднестровского региона. Медик скончался в Слободейском инфекционном госпитале, куда его госпитализировали с тяжелой двусторонней пневмонией. У врача были хронические заболевания. Это уже 47-й сотрудник медицинской системы, скончавшийся от осложнений COVID-19. Сегодня в Молдове было выявлено еще 688 случаев инфицирования среди заболевших 44 медицинских работника. 5 случаев завезены. Таков итог обработки более 3300 тестов. Также сегодня стало известно еще о 13 жертвах коварной напасти. В тяжелом состоянии по-прежнему 813 пациентов. 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки после выздоровления выписаны 620 человек. С начала пандемии более 51 тысячи человек прошли курс лечения вот этого страшного недуга. Печальные прогнозы для молдавской экономики. Наша страна может пережить более серьезный экономический кризис, чем в 2009 году. Не исключено, что к концу этого года многие люди потеряют работу и заработная плата упадет. Такого мнения придерживаются некоторые экономические эксперты, участвовавшие в нашем вчерашнем вечернем эфире. Аналитики говорят, что засуха и COVID-19 сильно ударили по государственному бюджету. С другой стороны, представитель правительства заявил, что пенсионеры и государственные служащие пострадают меньше всего. Ковид и засуха ударили по доходам сотрудников, особенно тех, у кого низкая заработная плата, кто работает в неформальном секторе, в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте. В этом году мы ожидаем снижение доходов по заработной плате на 8%. Лишь в 2021 году появятся по-настоящему экономические и финансовые последствия в результате пандемии засухи 2020 года. Я говорю о тех предприятиях, которые закроют это и потерянные рабочие места. Действительно, начало 2021 года будет сложнее, но будут приняты меры и предоставлены средства для выхода из них в первую очередь. Сложнее? Когда вы говорите, что будет сложнее, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что своевременно оплачивать все счета из государственного бюджета будет сложнее. Впрочем, советник главы Кабмина заверяет, от ситуации меньше всего пострадают пенсионеры и госслужащие. Кто должен получать зарплату и пенсию из бюджета, тот их получит. Кто выполняет работу и поставляет услуги в бюджет, будет оплачен. Справится и банковская система. Все же эксперты призывают граждан затянуть пояса потуже, отказаться от некоторых расходов и по возможности выявить другие источники дохода. Если есть возможность устроиться на работу, вторую, третью, если позволяют здоровье и время, хорошо, чтобы было больше источников дохода. И рядовые граждане не ждут хорошего от следующего года. Считают, что в 2021 с деньгами будет туго. Думаете, уменьшить расходы? Думаю, мы уедем из страны и 60-ти, и 20-ти летние. Конечно, придется сократить расходы. Мой муж фотограф. Из-за пандемии доходов не очень. Ну, зависит от пандемии. Наверное, у всех сократились доходы. Согласно последнему отчету о состоянии дел в стране, проведенному экономистами эксперт-групп, сверхкризис, вызванный коронавирусом и засухой, вызовет дефицит государственного бюджета до 10%. Больше всего пострадают сельское хозяйство, транспорт и промышленность. С начала пандемии спасли сотни жизней, а теперь сталкиваются с гнусными выходками. Выставка фотографий, посвященной врачам из Института скорой медпомощи, который борется с вирусом COVID-19, подверглась нападению вандалов. Лица медиков на изображениях, выставленных у входа в парк Валя Трандафирилор, были замазаны спреем черного цвета. Полиция ищет злоумышленников, но пока тщетно. Возмущены вопиющей дерзостью не только столичные жители, но и сам автор экспозиции, а также медики, кто предстал на изображениях. Все мы, кто плачется и ратует за возвращение к нормальной жизни, не понимаем, что настоящими заложниками ситуации являются они, эти бойцы с передовой. Ну, если уж до такого дошли. Вчера после обеда проходило, все нормально было. Что им помешало тут? Ну, слов нет. Караул. У нас в Молдаване малцы. Очень плохо. Думаю, это огромный грех. Прохожие выразили возмущение бесправным действиям хулиганов и выразили надежду, что вандалов скоро найдут и накажут. Должны найти, но они убежали и все. Где их найти? Пришли в парк, а теперь ищи ветра в поле. Я сам врач. Очень плохого мнения о такой выходке. Посмотрите, что творят. Стыда у них нет. В полиции говорят, что им известно об этом случае. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника в настоящее время принимают все меры для установления лиц, совершивших данное правонарушение. В полиции также говорят, что смогут установить, по какой статье кодекса о правонарушениях подпадают действия лиц, совершивших это деяние, только после того, как в их распоряжении появится видеодоказательство. Мы отправились в ближайший ресторан, чтобы узнать, есть ли у них камеры видеонаблюдения, которые могли бы запечатлеть преступников. Но единственный зал, выходящий окнами на парк, не охватывает территорию, где расположена выставка. Сам автор выставки рассказал, что опечален случившимся. По его словам, одна капсула с фотографиями, как та, что у Валя Трандафирилур, стоит более тысячи евро. А в эти дни он намеревается открыть еще четыре. Я весьма опечален. Очень хотелось бы поменять фотографии, которые подверглись вандализму. Этот опыт для меня дорогой и трудный, но я очень надеюсь, что другие не пострадают. А врачи, участвовавшие в фотосессии, говорят, что стараются не обращать внимания на этот неприятный инцидент. Мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на всю чушь, которую делают отдельные представители нашего общества. Не думаю, что это заговор или что-то в этом роде. Просто бескультурщина и необразованность. Выставка под названием «Загнанные в угол» была организована этим летом известным фотографом Алексом Иордаке. Фотосессия происходила на территории института скорой медпомощи в столице, прямо у входа в блок с ковид-профилем. Врачи были сфотографированы в момент, когда только закончили дежурство, а на их лицах остались следы от защитных масок. Почти 23% граждан с правом голоса готовы поддержать на грядущих выборах президента Игоря Дадона независимого кандидата, поддерживаемого социалистами. А 20% проголосовали бы за Майю Санду, кандидат от партии действий «Солидарность». Таковы данные последнего барометра общественного мнения. Соцопрос также показал, что если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то в законодательном органе страны были бы четыре политформирования. Больше всего мандатов по данным опроса получили бы ПСРМ, ПДС, наша партия и партия ШОР. По данным барометра общественного мнения, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, больше всего голосов набрал бы независимый кандидат, поддерживаемый социалистами. За Игоря Дадона проголосовали чуть больше 23% голосов. На втором месте по результатам опроса расположилась бы претендент на должность главы государства от партии действий «Солидарность». За Майю Санду проголосовали менее 18% респондентов. На третьем – кандидат от нашей партии Рината Усатый и почти 11% голосов. Свыше 27% респондентов или почти каждый третий опрошенный не знает, за кого голосовать. 9% заявили, что не намерены идти на избирательные участки. Во втором туре президентских выборов, если бы в него прошли Майя Санду и Рината Усатый, победу одержала бы кандидат от ПДС. Санду, по данным опроса, набрала бы 30% голосов избирателей, а Усатый – 24,5%. Если во второй тур выйдут Игорь Дадон и Рината Усатый, разница между набранными голосами в процентном соотношении крайне мала. 29,2% набрал бы Игорь Дадон, 28,7% – Рината Усатый. Если бы во втором туре гонка за президентское кресло развернулась бы между Игорем Дадоном и Майей Санду, тогда за независимого кандидата проголосовали бы 32,2% респондентов, а за кандидата действия и солидарности чуть меньше 31,5%. Результаты барометра общественного мнения также показали, что в парламент прошли бы 4 партии, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в законодательный орган, а именно ПСРМ, ПДС, наша партия и партия ШОР. Все же, по мнению экспертов, каждый третий гражданин с правом голоса либо не знает, за кого голосовать, либо просто не ответил на этот вопрос. 39% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному молдавскому политику. По данным барометра общественного мнения, наибольшим доверием пользуются Игорь Дадон, Майей Санду и Рината Усатый. Я бы привлек внимание к ответу «не доверяю никому», так ответили 39% опрошенных, не определились с выбором менее 9%, не захотели отвечать менее 3,5%. Опрос проводился с 8 по 20 октября. В нем приняли участие 1124 человека из 13 регионов Молдовы. Погрешность составляет плюс-минус 3%. Результаты проведенного исследования были направлены в Центральную избирательную комиссию. Это для ТВ-8 подтвердил и секретарь ЦИК Максим Лебединский. Исследование проводилось при финансовой поддержке фонда СОРОС и швейцарского бюро по сотрудничеству. Голосовать в маске, предоставленной на избирательном участке, не забыть прихватить из дома ручку. Центральная избирательная комиссия пояснила сегодня о правилах, которые будут действовать на выборах президента страны 1 ноября. Здесь отметили, что на избирательном участке допустят или с симптомами коронавируса, но им придется соблюдать специальный протокол. И если процедура голосования в стране уже отработана, то как будут голосовать в диаспоре пока непонятно. Недавно некоторые страны объявили о введении новых ограничений передвижения, поэтому существует риск того, что наши сограждане из-за рубежа не смогут попасть на избирательные участки. Соблюдение физического расстояния не менее полутора метров, соблюдение правил гигиены руки. Избиратели явятся на избирательные участки с личными ручками. Для обеспечения всех мер защиты избирателей и тех, кто будет работать на избирательных участках, было выделено 8 миллионов леев. На эти деньги закуплено более 3 миллионов масок, десятки тысяч защитных экранов, перчаток, термометров, а также 25 тысяч литров дезинфицирующего средства. Процедуры голосования также предусмотрены и для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки или ковид-позитивные. Они будут голосовать дома, а бюллетени доставит хорошо оснащенная мобильная бригада. Но для этого необходимо заранее подать заявку. Заявки можно подавать в письменной или устной формах за две недели до дня голосования и до 15.00 в день голосования. А лиц с симптомами респираторной инфекции, желающих попасть на избирательные участки, принимать будут, но в особых условиях. Им будут предоставлены маски, перчатки, приоритетные проходки избирательному участку и минимальный контакт с людьми внутри избирательного участка. После того, как они покинут помещение, все поверхности будут продезинфицированы, и лиц, контактировавших с ними, попросят самоизолироваться дома. До сих пор неизвестно, как будут голосовать граждане диаспоры. В последнее время в нескольких странах, таких как Испания, Ирландия, Франция, были введены новые ограничения на передвижение, поэтому неясно, смогут ли наши сограждане прийти на избирательные участки. Вы не можете диктовать свои личные правила другому государству или заставлять его создавать для вас особые условия. Центральная избирательная комиссия уточнила, что не разрешит организованную транспортировку избирателей из диаспоры к избирательным участкам. По словам председателя Центра избиркома, решение, принятое 20 октября, касается как избирателей, которые голосуют внутри страны, так и избирательных участков, организованных за рубежом. Алкоголь водителю не товарищ, истина известная каждому, но не все в нее верят. И как бы в полиции не уверяли, что пьяный человек за рулем представляет повышенную опасность, некоторым закон не писан. Езда в нетрезвом состоянии – это не только большой штраф, но и риск попасть в дорожно-транспортное происшествие, последствия которого могут быть плачевными. Один из таких случаев и произошел в Молдове. Более того, за рулем был представитель правоохранительных органов. Подробности далее. Страшная авария в Креулянах. 26-летний мужчина погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, перевернулся и врезался в дерево. Машину управлял 21-летний офицер полиции спецназначения Фулджер. Он был нетрезв, что показало и алкогольное освидетельствование. ДТП произошло на въезде в село Малое Штиной. 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля «Хонда», сильно превысил скорость, из-за чего на повороте не справился с управлением. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся, а затем врезался в дерево. В качестве пассажиров в салоне машины находились двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет. В результате удара 26-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте, а другой пассажир и водитель отделались легкими травмами. Водитель прошел тест на алкоголь. Его концентрация в выдыхаемом воздухе превышала допустимую норму в четыре раза. Молодого человека задержали на трое суток. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, водитель, сотрудник Фулджера, полторы недели назад подал заявление об увольнении и после чего должен был, согласно Трудовому кодексу, проработать еще 14 дней. Со дня подачи заявления об увольнении он не выходил на работу по состоянию здоровья. Один неверный шаг и беды не миновать. В столице внимательность женщины, переходящей дорогу, спасла ей жизнь. Пока две машины остановились, чтобы ее пропустить, водитель третий пешехода не заприметил и угодил в одну из впереди стоящих. В результате инцидента одно из транспортных средств отбросило на приличное расстояние. Произошло все около часа дня на столичной улице Каля Орхейлу. Ее женщина переходила дорогу по Зебре, а Митсубиши и Вольво остановились, чтобы уступить ей дорогу. Однако в них сзади врезалась другая машина. Я рада, что женщина не продолжила путь и не оказалась передо мной. Но и удар мог бы быть сильным, потому что меня перекинуло через зебру. Я даже не успела этого заметить. Водительница Хонды призналась, что виновата в том, что спровоцировала опасную ситуацию на дороге. Да, я была за рулем. Невнимательность, вероятно. В этой жизни все случается. Не я первая, не я последняя. По данным полиции, виновному водителю грозит 6 штрафных пунктов и до полутора тысяч леев штрафа. Скандал в столице. Работники жилищной службы сектора Чеканы приступили к сносу вулканизации. Предполагаемый ее хозяин пытался воспротивиться, но безуспешно. Должностные лица из Притуры заявляют, что его деятельность незаконна, а земля, на которой находится постройка, была захвачена нелегально. В ситуацию сегодня даже вмешалась полиция. Произошло все рано утром на улице Мелеску с Петару, сектора Чеканы. Очнувшись, бригады рабочих практически у порога. Мужчина, утверждающий, что он владелец вулканизации, припарковал машины спереди, чтобы их не подпустить. Вскоре прибыла и полиция. Зарегистрировали жалобу, поступил звонок на 112. Случаи изучат и примут решение. Но вы не против этого сноса. Я лишь поддерживаю общественный порядок. В итоге вулканизацию все же убрали. Сам владелец говорит, что у него были документы, разрешающие ему работать, но они не были обновлены властями, поэтому новость о сносе его озадачила. Позвонили мне сегодня утром и сказали, что сносят, не предупредив меня заранее, чтобы я приехал и забрал свои вещи, потому что все они здесь. Адвокат владельца считает действия властей незаконными и оскорбительными. Мы очнулись с распоряжением на сайте Притура о сносе этого сооружения и считаем, что его исполнение до вынесения судом решения о приостановлении является неправомерным. На место также прибыл вице-пред Арчика. Он утверждает, что владелец незаконно занял землю. Более того, тот не представил никаких документов, подтверждающих, что является владельцем недвижимости. Это вулканизация, которая работает нелегально несколько лет. Это вулканизация, которая находится на муниципальной земле и не предъявил никаких документов о праве собственности на этот вагон. В Притуре отметили, что изъятые товары будут переданы в депозит жилищного фонда, а собственник сможет вернуть их только после оплаты всех расходов на снос и транспортировку. И только если предоставить документы о том, что все это действительно ему принадлежит. Всего в нескольких километрах от Кишинева простирается настоящий айвовый рай. Владелец небольшого сада в селе Мильештимич несколько лет назад посадил деревья для себя и своей семьи. Как нам поведал Ион Былан, садоводство – это прежде всего хобби для души. В этом году айвы уродилось в два раза больше, поэтому герой нашего следующего репортажа готов продавать фрукты. Правда, желающим отведать сладкой и спелой айвы придется самим собрать ее с дерева. Айвовый сад на просторах села Мильештимич появился 8 лет назад. Уже вторую осень на деревьях поспевают ароматные фрукты. Владелец сада говорит, что для него садоводство – это хобби. Сейчас продает один килограмм айвы по 15 леев. Раньше айвы в Молдове было больше. Сейчас не так много айвовых деревьев. Утратили умение ухаживать за такими плантациями. За деревьями нужно ухаживать вручную. В саду Иона Былана много айвы. Урожай ждет своего покупателя. Один плод может весить все 300 граммов. Все они сладкие и ароматные. Часть урожая уже удалось продать. Покупатели самостоятельно собирают фрукты. Тем, кто заказал больше айвы, товар доставили на дом. Немного ароматные айвы хозяин плантации решил сохранить себе на зиму. В прошлом году было почти две тонны. В этом году четыре с половиной. Те, что остаются, скажем так, бесформенные плоды, я использую для айвовой цуйки. Но не всем местным жителям известно, где можно приобрести крупную и спелую айву. Когда мимо проходили, не заметили. Не виднелся урожай на деревьях. Проходим мимо и не знаем, что владелец сада продает айву. Мог бы повесить объявление. Мы и не знали. Красивый сад и не знаем, что можно купить айву. В период засухи, как говорит Ион Балан, пришлось поливать деревья из шланга. А вот после недавних ливней плоды начали трескаться. Айва богата витаминами и углеводами. В традиционной медицине фрукты используют для лечения кашля. Такой был пятница, 23 октября. Ну а мне осталось напомнить, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную информацию или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала. И не забывайте об опасности распространения коронавирусной инфекции. Не пренебрегайте нормами гигиены и берегите себя и тех, кто вам дорог. Отличных вам выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова